В этом видео я расскажу, как правильно подбирать инвентарь для занятий по лыжной подготовке. Начнем с обуви. Выбирая лыжные ботинки, руководствуйте следующим принципом. Так как вы используете более теплые носки, то, соответственно, ваша обувь должна быть чуть-чуть больше, чем та, которую вы носите обычно. То есть примерно на полразмера или на один размер больше, чем ваша повседневная обувь. Теперь, что касается выбора палок и лыж. Ключевой фактор – это определиться, каким стилем вы будете передвигаться. Существует классический и свободный стиль, так называемый коньков. И, соответственно, лыжи есть для классического стиля и для коньков. Начнем с классики. Существует стандартная такая формула, как выбирать лыжи. Поставить их рядом с собой, вытянуть руку вверх, и ваша кисть должна полностью накрыть носок лыжи. Можно руководствоваться этим, а можно использовать математическую формулу, а к своему росту прибавить примерно 25-30 сантиметров. Это и будет той необходимой ростовкой для занятий классическим стилем. Что касается палок, то их оптимальная длина по плечу. Вот как у меня. Опять же, можно руководствоваться математической формулой, но уже от вашего роста отнять примерно 30 сантиметров. Это и будет нужная вам ростовка. Лыжи для конькового хода значительно жестче. Как в этом можно убедиться? Их достаточно сложно сжать ускользящие поверхности. Для этого понадобится значительно больше усилий, чем лыжи для классического стиля. Но и ростовка коньковых лыж меньше. И изгиб лыж носка у них тоже соответственно меньше. При выборе руководствуется следующим принципом. К вашему росту прибавить 10-15 сантиметров. И это и будет необходимая ростовка для лыж конькового стиля. Также иначе подбираются палки. Они выше, чем для занятий классическим стилем. Примерно по ваш подбородоку. Формула, опять же, математическая здесь и есть. От вашего роста нужно будет отнять примерно 20 сантиметров. Это и будет необходимой ростовкой для занятий коньковым стилем.